МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЛИДИЯ ЯРМОШИНА КАЛІ ПАРАУНОВАЦЬ З ВЫБОРАМІ ЧАТЫРОГАДОВАЙ ДАВНОСТІ ТО ВЫЛУЧЕНЦЫ У ХОДІ ГЭТОЙ КАМПАНІЇ ПА РЕГІОНАХ У ЦЕЛЫМ БОЛЬШ СЕРОТЫХ, ХТО ВЫКАЗАУ ЖАДАНІ БАЛОТІРУВАЦЄ НА ДЕПУТАТСКУ ПАСАДУ ПРАДСТАВНІКІ РОЗНЫХ СЛАЮ ГРАМАДСТВА И ПРАФЕСІЙ ГЭТА ИНДЫВЮДУАЛЬНЫЕ ПРАДПРЫМАЛЬНІКІ РАМЕСНІКІ, КЕРОВНІКІ ТАВАРЫСТВА УЛАСНІКОВ ЙОССІ БЕСПРАЦОВНЫЕ ПРЫ ГЭТЫМ НАЙБОЛЬШ АКТЫВНА ВЫЛУЧАЛІСЯ ПРАДСТАВНІКІ СФЕРА АДУКАЦЦЫЕ КУЛЬТУРЫ И АХОВЫ ЗДАРОВІ НАГАДАЕМ, ЗАРАЗ НА МЯСЦОВЫХ ВЫБАРАХ ПРАХОДІЦ РЕГЕСТРАЦІЯ КАНДЫДАТАУ У ДЭПУТАТЫ ГЭТЫ ЭТАП ПРАДОГЖЦЦЕ ПА ВАСІМНАЦІТАГА СТУДЕНЯ У АТПАВЕДНАСІ ЗУКАЗАМ ПРЕЗИДЕНТА НУМАР ДВЕСТЦЕ СОРАК С ПЯТАГА СТУДЕНЯ БЕЛАРУСБАНК ЗНИЖАЕ ПРАЦЕНТНУ СТАУКУ ПАЗНОВ ЗАКЛЮЧЕНЫХ ДАГАВОРАХ ПА АДРАСНЫМ СУБСІДІРОВАНІ ЖАЛЯ ПРАЦЕНТНАЯ СТАУКА ЗНИЖАНА ДА ПАМЕРУ СТАУКІ РЕФІНЦАВАННЯ НА СЮНЕШНІЙ ДЕНЬ ГЭТА 11 ПРАЦЕНТАУ НА ПЕРШЕ ДВА ГАДЫ З МОМАНТУ ЗАКЛЮЧЕННЯ ДАГАВОРА ПАСЛЯ ГЭТАГА ТЕРМІНУ ЯЕ ПАМЕР ПАВЯЛІЧАЦЦА ДА ПАМЕРУ СТАУКІ РЕФІНЦАВАННЯ ПЛЮС 3 ПРАЦЕНТНЫЕ ПУНКТЫ ЗМЯНЕННЯ НЕ РАСПАВСЮДЖУВАЇЦА НА РАНІЙ ВЫДАДІННЫЕ КРЕДЫТЫ ОЗНАЧИМ, ЧТО ПА УКАЗУ НУМЕР 240 НА ГЭТЫЙ ГОД У ГОМЕЛІСКАЙ ВОБЛАСТІ ЗА ПРАІКТАВАНО БУДАВНІСТВА КАЛЯ ДВУХ ТЫСЯЧ КВАТЫР БОЛЬШ ЗА УСЁ НОВА СЮЛО БУДЕ У АБЛАСНЫМ ЦЕНТРЫМ У ГОМЕЛІ ЖЛОБІНЯ ПРАТЯГВАЦЄ ОБЛАСНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛІКАНСКО ОЛИМПИЯДЫ ПА ВУЧЕБНЫХ ПРАДМЕТАХ ЗА ПРАЗАВЫЕ МЕСЦЫ И МАХЧИМАСТЬ ТРАПИТЬ У ФИНАЛ ПА СЯМНАЦАТИ ПРАДМЕТАХ СПРАШАЮЦАЦЄ БОЛЬШЕ К ТЫСЯЧА ШКОЛЬНИКОВ З УСЮХ РАЙОНОВ В ОБЛАСТІ С КОНКУРСНЫМИ ЗАДАНЯМИ ОЗНАЮЮЩЕ ОЛЕХ СЮНТЮРОВ ИНФОРМАТЫКА БОДАЕ ОДИННЫЙ ПРАДМЕТ, ДЕ ОДНОЙ КОВЕ ЗАДАНИЯ ОТРЕМЛЮЮТЬ УСЄ У ДЕНЬКИ НЕ ЗАДЕЛИЖНО ТУ ЗРОСТУ У ГЭТАМ ГОДЕ САМЫЙ МАЛОЧШЕУ ДЕНЬК ВОЧЕ ЗАТОЛЬКИ У ШУСТОМ КЛАССЕ АЛЕНА РОВНИЦ ПОБОЛЬНИЧЕ ЗА ВЫПУСКНИКАМИ СЕРЕДНИХ ШКОЛ ИНЧЕА СПРАВА, ЧТО НАЗВАТЬ ДМИТРИЯ НЕ ВОПЫТОМ НИЛЬГА В ОБЛАСТНЫМ ЭТАПЕ ИН ПРАМАЕ УДЕЛ УЖЕ ОТРЕТИЙ РАЗ ПРИГОТЫМ ХЛОПЧЕК ДОКРАДНО ВИДАЯ У БУДУЮЧУ МИН ОБОЕСКОВА СТАНИ СПЕЦАЛИСТОМ У СФЕРЫ АЙТИ ТЕХНОЛОГИЙ Наверное в 10-11 классе в лицей поступить, а потом уже в какой-нибудь университет или в Скорыну, или в Сухово, может быть в Багуиро Сейчас это актуальная тема и здесь за нее довольно много платят На выконание задания по программированию отводится 5 годин Крыстане сотовыми телефонами в этой части категорично заборонено По словам членов журы, сучастные школьники могут отримать в простом мобильнике любую информацию с дозволенного, солодкой водой, сукеркой и шоколад Лечится, что такая ежа, неверьми користная у инший час Допомогая активизовать интеллектуальные ресурсы Хоть у вугле, вопадковых людей на этих споборницах нема У школьной программе практикование по программированию Продуктеживаются только из шестого класса Кап соправды досягнуть пыльных вынеков, необходимо займаться додатковой шмат Головное уластное ожидание и наявность наставника ответной квалификации Что особливо проблемно для сельской местовости С третьего класса мы с учительницей решили заниматься, начать То, что на Олимпиаде изучают, в школе не изучают Только частично и мало чего У одразнини от информатики задания на споборницах по инших школьных предметах Задержатят у взрослых школьников Для девятых классов больше просто Для выпускников середних школ значно больше складанное Хоть без наявности поглубленных ведов не обойстись никому Невядомые увядомым загадзину будущим биологам Необходно рассказать усеусь об этой рослине А так само доведаться, что находится у этой пробирцы По сокрыту, скажем, гэта банан Сирот основных задач споборницов Повышение цикавости вучнив до улучшаемых предметов Развитие их творческих сдольностей И реализация идеи беспропытной эдукации Шляхом подрактовки молоди для протягу еле навучания УВНУ А прочатаго предметная Олимпиада Ящая им махчимость профориентационной работы Смат, кто со школьникам не вельми уявляя усе особливости будущей профессии Махчимы некто за часом зменить свои планы Але зараз во всех одна мета Перемахчы и тримать путевку у финал Дели гэта, как кажуть, додатково и займайся Кап, сирот лепших стать самыми лепшими С помощью качественных реакций я определяю, что это за вещество Работа несложная, так как мы в школе такое часто делаем Достаточно просто одно вещество, например, смешать со всеми Посмотреть, что получится И так ты, получается, узнаешь вещество Выники об основной этапы предметной Олимпиады Будут подведены у пятницу 12-го студеня Александр Тюров, Валерий Копанько Телераду компания «Гомик» Доброченный марафон «Наши дети» завершился сегодня в Беларуси Увесь опошний месяц Чиновники, бизнесмены, банкиры, кировники предприемства И просто необыяковые люди Наведывали интернаты, опиакунские приемные семьи, больницы А так само допомагали детям-сиротам и инвалидам Подяку усим удельникам акции Выказал президент Александр Лукашенко Сегодня в июне завершился доброченный марафон «Цуды на коляда» Финальное мероприемство прошло в Гомельской областной детячей больнице На им побывали и наши корреспонденты На первые дни Старого Нового Года Маленькие пациенты областной детячей больницы Примали с подарунками гостей Членам Коммунистичной партии Беларуси Активистам БРСМ, Пионеру А так само студотрадовцы, которые удельничали у реконструкции больницы В рамках акции «Цуды на коляда» Яны первоособились указочных персонажей И запросили детей до удела угольнях Кульминацией стало уручение солодких подарунков И веншование Деда Мороза и Снягурки Зараз на лечении тут находится коллег 320 детей Да ты, кто не смог покинуть больничного ложка Каб наведать ранешник, волонтеры пришли особисто Я лежу в больнице из-за того, что у меня с ушком не все в порядке Мне скоро будут делать операцию Дед Мороз и Снягурочка к нам пришли, чтобы порадовать детишек Весело или скучно в больнице лежать? Ну, когда играли мы, нам было весело А когда мы ничего не делали, нам скучно Дед Мороз пришел, и я ему спела песенку И мне он подарил чупа-чупс А кроме солодких пачастонков, волонтеры «Руху Доброе Сердце» Привезли и иншие подарунки, собранные в передновогодние дни Пункты их приема были организованы на предприемствах В навучальных установах, первичках БРСМ и БРПА Вся родах верования у ЦАЦКИ развивают шагульные канцелярские товары А гульным подарунком для пациентов и коллективы больницы Стал грошовый сертификат на 2500 рублей Свою лепту подчас сбора сродков унесли первичные организации БРСМ Пионерские дружины, а так само просто необыяковые жахары региона Гэтые сродки станут еще одним приступком на шляху до завершения реконструкции больницы И та сумма, которую мы собрали, сегодня передадим в торжественной обстановке Я думаю, что поможет, может быть, при закупке какого-то оборудования Либо еще чего-нибудь Это уже будет определяться администрация больницы Но мы сделали самое главное дело Мы объединились вокруг одной проблемы и помогли ее решить Хотелось бы выразить слова благодарности от имени администрации детской больницы От пациентов, которые в настоящее время лечатся Которые будут лечиться в нашем учреждении Слова благодарности за понимание, за внесенный вклад, за оказанную помощь До речи такой дружной кампании организаторы доброчинного марафона сбираются не в першиню Акция отсюда на коляды, что годовая В ее рамках подарунки и материальную допомогу отрымливают сотни детей по всей области Выхованцы детячих домов, школ, интернатов, социальных притулков А так само сироты, дети-инвалиды и те, кому свято довелось и сустракать у лечебных установок В рамках данной акции за период ее проведения с декабря по январь в рождественские новогодние праздники В Нагумельской области прошло более 150 мероприятий Поздравлено порядка 3,5 тысяч детей Мы старались дойти до каждого ребенка, который нуждается в нашей помощи Этот святочный раннешник у детячей больницы стал опошним учарзим мероприемства усилитней акции Однако на этом доброчинная деятельность громадских организаций не заканчивается На переднейший шмат проекта удели допомоги и патрынки детей Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель Гэтая снежинь и студень запомнится беларусам, як самая теплая зимовая месяца пошних годов Слыпок термометра подымался до плюс 10 У многих районах почали распускаться пупышки, распочалась Амальвес новая поводка Стан Припяти разом с метеорологами выучили корреспонденты телеканала Мазыр Восемь ходин ранницы, над Припятью висит густый туман и темная зимовая ранница Для Сергея Бондара самый час проводить в Меренне Двойче у день у любое надворье он приходит на гидрологичный пост, каб оценить стан раки Водомерная рейка сегодня погрузилась глыбей За сутки Припять додала 3 сантиметры Уседадзенная метеоролог передает на станцию и выратовальникам Здравствуйте, наблюдатель гидропоста Мозырь Уровень Припяти составляет 313 сантиметров, плюс 3 за сутки Хоть рака и поводить себе не характерно для зимы, казать о поводце не приходится Во всяком выпадку у Мазырском районе Узровень воды на гэтым гидрологичном посту 313 сантиметров До выхода на пойму далека Небесцвечным узровнем лечится уздым от 500 сантиметров Этот январь вообще аномальный, вообще эта зима аномальная У нас уже в это время обычно лед стоял, река застывшая А в этом году аномалия какая-то, даже ледовых явлений не было еще зафиксировано В данный момент уровень поднимается в среднем на 3 сантиметра в сутки Ну температура падает Было вот позавчера 2 градуса вода Сегодня она составляет 1,4 градуса Сергей Бондар каже, за 5 годов работы у метаослужбе такую зиму назираю першыню Правда, на ближайшие дни синоптики прогнозуют похолодание Беларусь апынется под уплывом скандинавского антициклону Это значит, что отлигу изменят морозы У ночи будет до минус 9 Зима начинает отвоевывать позиции Лидия Поттер, Олег Фитнер, телеканал Мазыр Специально для телерадио компании Гомель У Гомельской области вызначили самые популярные имены 2017 года Ими стали Артем и София Нередко батьки под уплывом модных тенденций выбирали и редкие славянские або замежные имены Усе для того, как подкреслить уникальность своего детятя Ганна Каральчук доведалась, что ее имя так само уходить у топ популярных Меня зовут Марта Мое имя обозначает госпожа или хозяйка Меня зовут Демьян Меня зовут Амелия Мое имя значит трудолюбивая Сеатин А что это значит? Ангел Меня зовут Слава Мир Умный Добрый Сильный Стримительный Мое имя состоит из двух частей Мира и слава Я всегда шустрый везде Коли у счастливых батьков нарожается дитя Первое питание знакомых – хлопчик, те девчонка А другое, як назвали Махчима справа не только у цикавности Мы интуитивно разумеем, як шмат имя значить у житті человека У дошкольном центре развития дитя тевя селка Можна почуть розные имены, от популярных до незвычайных Сирот редких, які выбирают для дитя у Гомеле – Грамаслав, Виссарион, Глафира, Радамира, Ібрагим и Фатима А многие раз поусюдженные ранее – Виктор, Антон, Юлия и Вольга Зараз у списи редких А маля, как у фэшн-индустрии, на выбор уплывают модные тенденции Частей за усе, батьки звертаюць увагу на значэнні імя І сугучнець прозвячам Причым, часам робіцца такі адказны выбор у саме апошній момент Приходят, обычно, уже подготовленные, конечно Иногда некоторые родители просят нас каталог, чтобы дали посмотреть Ну, полистают, полистают, мы с ним, конечно, начинаем беседу вести А как решили? Ну, обычно каталог смотрят те люди, которые решают Жена хочет одно имя дать, муж другое Естественно, конечно же, не могут решить, какое имя Поэтому полистают, полистают, но в конечном итоге, конечно же, называют своим именем Вот хто-то по святкам называет, хто-то сериал посмотрел, называет В Доме грамадзянских абрадов Гомеля в этом году поспели зарегистровать 35 зятей Першым хлопчиком стал Ладислав, дзявчинка Яугеня Однако, по словах Вольги Климковой, летошняя тенденция пакуль заховывается А кроме топовых Артема и Софии, до модных именов так само належат Матьвей, Иван, Михаил и Максим В сиротжаночах это Ганна, Ксения, Виктория и Лизавета Узрастает популярность такого имя, как Ева До речи, супрацовники отдела УЗАХС закликают креативных батьков до выбора имя дзятяте ставиться за отказностью Кап детям у будучине не пришлось изменять имя у юридичным парадку Ганна Корольчук, Игорь Марыщенко, телерадио-компания Гомель Гомельский Державный колледж Мастатства имя Соколовска запрашивает всех на святочный концерт «Новогодний серпантин» В концерте примутю дела у раты международных и республиканских фестивалей и конкурсов Народно-академичный хор колледжа, народный вокальный ансамбль «Летутени» и заслуженный аматорский коллектив «Радейка» Эмоциональное выполнение лепших творов разных стилей, классиков, современных музыканий, народных песен Сдевить и аматору, так и знаутся у музыки Сродки от продажи квитков пойдут на организацию поездки коллективов на международный фестиваль колядных песен у Польши Концерт отбудется завтра, а в 18-й године Ленточки серпантина разноцветные, так у нас разнообразные коллективы составят очень интересный калейдоскоп выступления Будут представлены различные жанры, но программа в целом веселая, праздничная Все наши участники с большим энтузиазмом ждут завтрашнего выступления, надеются, что слушателям наш концерт понравится И все уйдут в прекрасном праздничном настроении, ждем вас Гэты и иншай новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgomel.by Далее у эфиры де-факто и спортивный агляд А я за вами развитываюся, усяго доброго и до встречи у эфиры Эфир телеканала Белару 4 продолжает программа де-факто в студии Руслан Габрилев, здравствуйте За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрировано 6 пожаров, на которых погиб 1 человек и 1 был травмирован Повреждено 9 строений Около 11 утра спасатели Светлогорского районного отдела ПЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Победы в деревне Язвин По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС уже произошло частичное обрушение кровли Прибытию спасателей к месту вызова наблюдалось открытое горение деревянного жилого дома Произошло частичное обрушение кровли В ходе разборки строительных конструкций был обнаружен труп женщины 1931 года рождения Пенсионерки, хозяйки домовладения, которая проживала одна Спустя 7 часов жидковические спасатели выехали по сообщению о пожаре в деревню Витчинская родня В момент возникновения пожара мужчина спал в состоянии алкогольного опьянения И проснулся от сильного задымления и температуры После чего вышел самостоятельно на улицу еще до прибытия подразделений МЧС Хозяин домовладения 1968 года рождения, проживавший в доме 1 Был осмотрен работниками скорой медицинской помощи С ожогами обеих ног, спины, кистей рук, головы и отравлением продуктами горения Мужчина госпитализирован Причина пожара устанавливается Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении Два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими зафиксированы за прошедшие сутки в Гомельской области Водитель маршрутного такси, управляя автомобильным Volkswagen Crafter И двигаясь по улице Советской в районе остановки Горэлектротранспорт Применил экстренное торможение 65-летняя женщина-пассажир не удержалась и упала Водителем автомобиля Volkswagen Crafter в лечебное учреждение была доставлена женщина Которая получила травму при резком торможении водителя В цели избежания оттолкновения спереди стоящим транспортным средством Таков обзор происшествий к этому часу Я, Руслан Габрилев, благодарю за внимание Смотрите далее «Спортивное обозрение» и берегите себя В эфире «Беларусь-4» Гомель «Спортивное обозрение» В студии Михаил Садовский Здравствуйте Накануне состоялся очередной тур чемпионата Беларуси по хоккею шайбой в экстралиге Команды нашего региона выступили с переменным успехом Жлобинский металлург на домашнем льду принимал хоккеистов солигорского шахтера Увы, несмотря на отличную игру Столиваров, Виктория досталась гостям Итоговый счет поединка 2-3 Гомель напротив в статусе фаворита отправился в Молодечно Основные события матча уложились буквально в двухминутный отрезок второго тайма На 32-й минуте встречи хоккеисты «Динамо» заработали большой штраф 5 плюс 20 Этим шансом Рейси не применули воспользоваться Результат сделала первая пятерка гомельчан На 35-й минуте счет открыл Эйдис Брахманис А затем через два оборота секундной стрелки Евгений Соломонов поддержал почин партнера и удвоил счет на табло Хозяева дважды меняли вратаря, выпуская шестого полевого Но особых успехов не добились И матч завершился победой гомельчан Главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов Назвал 18 игроков, которые отправятся на чемпионат Европы в Хорватию Среди них вратарь гандбольного клуба «Гомель» Артем Подосинов В заявку на матч можно включать 16 гандболистов Имена двух игроков, которые окажутся вне ростера, пока неизвестны Турнирный путь команда Шевцова начнет 12 января матчем с австрийцами 14 января наша сборная сыграет с норвежцами Завершит групповой этап поединок между белорусами и французами Который состоится 16 января На этом пока все С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский Оставайтесь на Беларусь 4 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok